МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Гомеля стартовал чемпионат по службовым шматборе и кинологов с вышоковыми собаками специального призначения. А зараз об этом иншим больше подробязано. Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк наведал Гомельский мясокомбинат. Он провел прием работников предприемства по особистых пытаниях, а так само ознайомился с вытворчим процессом. По слову генерального прокурора, это необходимо, как принять кончатковые решения по некоторых фактах коррупции, связанных с деятельностью предприемства. Олег Синтеров, Володя, подробязностями. Об проблемах Гомельского мясокомбината стало вядомо на початку этого года, когда правоохранные органы огучили информацию об реализации 100 тонн субсаванного мяса. Потом выяснилось, что это не одинный выпадок, который затекали в следствах. Не глядя на то, что виноваты уже осуджены на конкретные термины знеоволения, как минимум одна справа еще не завершена. Подчас наведывания мясокомбината генеральный прокурор знакомится с вытворчестью и выказывает думки про убаченные. При наличии таких мощных холодильников, тем не менее, сгноили 120 тонн мяса, около 120. Но мне это непонятно, как это может быть. Поэтому я сюда и прибыл поинтересоваться положением дел. Служебная халатность или это, как бывает в случае, сокрытие других более тяжелых преступлений, более сложных. Нам еще предстоит разобраться. И еще одна тема, которую огучивает генеральный прокурор. Ты же сажу не только Гомельского мясокомбината – дебюторская запозиченность. Проблема, актуальная для шматриких предприемцев. Не различиваться затриманную продукцию для некого становится звычайной справой. Правда, теперь такие относенные могут привести и до узбуджения криминальной справы. Дебюторская задолженность в данном случае почему прокуратура занимается? Потому что она, к сожалению, процентов на 70, я уже говорил, она коррупционная схема существует в этой дебюторской задолженности. На самом Гомельском мясокомбинате об неприемной ситуации, в якой опынулось предприемство, памятуюсь, але им кнутся, як могла хучей вернуть себе доброе имя. Утымляку, празд, выпуск новых видов запотребованной продукции. Сегодня ассортимент продукции Гомельского мясокомбината превышает 200 видов. 75-х освоены в этом году. Сероят новинок, которые отримали международное признание – выработки из индички. Кабаса из индички уже отримала бронзовую медаль на сегодня специализованной выставе «Агрофорум» в Екатеринбурге. В уголе с этой выставы гомельчане привезли две узнагороды и еще четыре с московской «Пратэкспо». Неопочную чергу, досягнутые поспехи, следствопроводимые модернизацией. В этом году, например, установили обсталевание для вытворчества вытяженных выработок. В 2017-м эта работа протягнется. В следующем году мы планируем модернизировать наше термическое отделение. Это, можно сказать, сердце нашего колбасного цеха. И позволит наших покупателей обеспечить большим количеством выпускаемой продукции разнообразным ассортиментом. А также участок по производству ливерных колбас и паштетов. Визит генерального прокурора на гомельский мясокомбинат завершается приемом работнику предприемства по особистых пытанях. Александр Конюк каже, что на початку его работы на этой посаде на прием приходило до 40 человек. Зараз записались только два. А это значит, что жматые такие пытания теперь поспехово выращаются на мясовом узровне. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Проблемные пытания в медицинском обслуговании инвалидов по зроку выращали напереды дни у Гомельской городской центральной поликлиницы. Але размова вышла за рамки вызначенной темы. Чому неведущие люди часто вымушены обмяжовывать свое життя стенами квартиры и як зменить гэтую ситуацию, доведалася Наталья Игнатенко. Гомельчанин Дмитрий Герашченко сдольность бачить стратил ясчараней, чем навучился ходить. Мать раптом зауважила, что после перенесиного захвор ванневачей хлопчик не реагует на цацки. С 7-месячного взрослого Дмитрий стал прозвучаиваться жить на вобмасок и не соромится просить об допомозе зусим незнаемых людей. На счастье, чул их больше, чем тых, кто часом жартует над физичными особливостями молодого мужчины. Есть непонимание. Я спрашиваю, какой номер автобуса или еще что-то, когда еду куда-то. И, допустим, бывает такое, что говорят, что ты получше рассмотри номер. Но есть такие люди, которые спрашивают, шутят. Или шутят, или шутят, не понимая, может быть, что я незрячий. На прием до урача Дмитрий частей ходит без супроводжающего. Рэнтоваться у колидорах поликлиники не так уже и складано. Коли люди проявляют деликатность, да и медперсонал никуда не спешается. Дмитрий Герашченко – инвалид первой группы, а маль, что с пяленок. А тем, кто стратил зрок у дорослому взросле, морально ясчет тяжей. Зинаида Машковская полностью стратила здольность бачить у подлетковому взросле. Говорит, что приходится сутыкаться с разным ставлением людей, да и ее незвычайности. В основном, конечно, отзывчивые люди. В основном стараются помочь и подсказать. И проведут, и покажут, если где-то что-то не находишь с первого раза. Ну и есть, конечно, такие врачи, когда садят тебя в очередь. Причем сами садят. Хотя говоришь о том, что я инвалид первой группы по зрению. Я не могу следить за очередью. Потому что люди иногда просто не могут подойти и сказать, вот, следующая ваша очередь. Но это очень редкие моменты. Как раз про эту кузносину упомяштыми, кто мает порушение зроку и людьми у белых халатах, ишла размова на практичном семинаре у Гомельской центральной городской поликлинице. Гэтая медустанова мает свою специфику. Тут обслуговывается наибольшая колькость жихаров Гомеля с обмежеванными махчимостями. Уличываючи гэтую околичность, все начинается с приступок установы аховы здоровья. На Икеа нанесена специальная маркировка для людей со слабым взроком. В нашей территории поликлиники находится и предприятие ВИПРО для слабослышащих, так и светотехника для людей с ограниченным зрением. Через нас осуществляются закупки специализированных телефонов, радио и другие приспособления для людей, как и с ограниченным слухом, так и зрением. На каждой двери кабинета врача-специалиста перед входом наклеены специальные таблички, которые со шрифтом Брайля, чтобы невидящий человек мог понять, куда он обратился. И прочитать уже этот специальный буквенный код непосредственно для себя. Зараз на улику у региональном отделении громадского объединения Белорусского товариства инвалидов по зроку маль полторы тысячи дорослых. Многие редко выходят с дому и ведут малорухомы ладжиття, что отбивается на здоровье нелепшим чином. Складано перейти в улицу, арендоваться на припынках громадского транспорта, робить покупки в магазинах. В громадстве, якое лечит себя цивилизованным, такого быть не повинно. Озернитеся, мабыть побачь с вами, человек с белой тростиной, и не соромитесь первым пропоновать допомогу. Наталья Игнатенко, Игорь Марышченко, телерадо-компания «Гомель». Дарыч, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники Вячеслав Яшенко станет сегодня гостем студии телерадо-компании «Гомель». В 19.20 хвилин глядите на телеканале «Беларусь-3» интерактивную программу «Диалог». Говорка пойдет про меры оптимизации работы городских поликлиник, якости, доступность, медицинские допомоги, а так само выники проведенной вакцинации супрать гриппу. Долучиться до диалога можно по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Протягиваем выпуск. Выездное посаджение постоянной комиссии по социальных пытаниях Гомельского областного совета депутатов прошло сегодня на территории Гомельского района. Удельники ознайомились с умовами навучания и проживания детей с особливостями психофизичного развития. Что робится для их социальной адаптации, доведался Дмитрий Котов. Один из пунктов программы – Улуковская допоможная школа-интернат. На уроку математики в ушне уважливо слухают наставника. Атмосфера, как у любой обычной школы. Одно одрознение детей – усяго трое. В уголе самый великий класс в школе складается с восьми человек. После закончения Улуковской допоможной школы-интерната подлетки отрымливают не от эстаты, а посвечения, которые позволяют протягнуть в учебу у лицей Альбо-Каледжи. В программе у детей общий образовательный предмет – это и математика, и география, и история, и физкультура, и трудовое обучение. Но, конечно, учитывая специфику нашей школы-интерната, основной упор здесь все-таки на трудовое обучение. Трудовое обучение – это единственный предмет, по которому дети, заканчивая школу, сдают экзамен. Зараз в школе навучается 120 детей. Наставники робят усе для их социальной адаптации и развития сдольностей. Дети выросшую тягароднину, займаются выявленьшим мастатством, музыкой и танцами, а так само регулярно тренируются у спортивной зале. А у отделений пост-интернатной адаптации, якое нагадывая звычайную квартиру, их рыхтують до самостойного життя. Тут выхованцы установят подпильным наглядом дорослых, учатся готовать себе ежу, наводить парадок, уладковывать интерьер и различивать свой бюджет. До речи и после того, как дети покидают интернат, они не застаются без уваги наставников. После окончания школы наши дети два года находятся на патронате. То есть наши учителя, социальный педагог ведут с ними очень тесное взаимодействие. Они их отслеживают, где они учатся, где они работают по окончании. И если у них складываются какие-то трудности в переходе после училища или лицея на работу, то здесь, конечно же, подставляется плечо. Депутаты областного совета деталево ознайомились с умовами научания и проживания. И они наведали выставы творческих работ выхованцев интерната, убачили, как проходят занятки и как дети проводят вольный час. Была отзначена вялизная работа, которая проводится наставниками. Однако есть за уваги по материальной базе. На думку депутатов, необходима техническая оснащенность подобных установ ни в чем не заступала городским школам. Коллектив прикладывает здесь просто колоссальные усилия в тех условиях, которые есть. Конечно, хотелось бы, наверное, еще больше и лучше создавать условия в таких учреждениях. Немножко пристальнее обратить внимание всем заинтересованным структурам, которые имеют отношение к данной проблеме. Тогда, я думаю, вопросы и социальной адаптации, и вопросы социального сиротства в том числе будут решаться намного проще и результативнее. Дмитрий Котов, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельшине протягивается огульно-пионерская экологичная акция «Одновим лесу Беларуси». Сегодня ее удельниками стали члены пионерских дружин советского района Гомеля. Акция «Одновим лесу Беларусь» распрощалась 13 вересня этого года, в день народжения Республиканской пионерской организации. Акция заявляется круглогодовой. С надыходом холодов она припынется, а весной будет обновлена снова. Усяго, в ее рамках только на Гомельшине плануется посадить каля 5 тысяч древ. При этом все работы проводятся суместно с организациями лесной господарки. Сирот головных задач акции не только притягнуть пионеру до громадской корыстной справы, а и провести сирот их профилактическую работу экологичной накерованности. «Мы рассказываем пионерам о том, почему важно сохранять лес, в чем вообще драгоценность нашей страны, почему нашу страну называют зеленой, и почему действительно важно сегодня сохранить наше зеленое богатство. И третье направление деятельности в рамках этой акции – это непосредственно, конечно же, сбор макулатуры, ежегодная акция «Наш пионерский труд тебе, очизна», в рамках которой пионеры помогают собирать макулатуру для того, чтобы использовать вторичное сырье». Сегодня в Гомельске Палацово-Парково ансамбль пробыла выстава «Мастатство тибетского буддизма». Самые старожитные экспонаты относятся до 12-13 ста годзил. Это первый выставочный проект, который ожитивляет государственный эрмитаж на региональном уровне в нашей стране. В уголе эрмитажная коллекция тибетского мастатства наличит больше 3,5 тысяч экспонатов. В Гомеле будут демонстрироваться 170 из них, у тем лику такие ритуальные предметы. Но центральное место экспозиции займет скульптуры, у тем лику в особлении милосердностей «Авлакитэшвары». При этом организаторы мкнулись максимально представить весь буддийский пантеон. Наставники – Буды, Жаночай Бажаствы, Идемы, Дакіні, Лакапалы. Открытие выставы признашено на 22 листопада. В Гомельске Палацово-Парково-Ансамблее она будет працавать на протяжении двух месяцев. В России и в Белоруссии, наверное, в Украине эти вещи на 70 лет были закрыты, поскольку все-таки религия у нас не очень приветствовалась, поэтому эти вещи действительно никому не показывали. Эти вещи действительно уникальны и очень хороши. И в России у нас в Эрмитаже самая лучшая коллекция. Сегодня у Гомеля стартовал 11-й открытый чемпионат БФСО «Динамо» по службовым шматборье кинологов с вышуковыми собаками специального призначения. С поборництвы проходят у двух категориях – по пошуку наркотичных сродков и выбуховых речевов. У делу чемпионата принимают шесть команд, которые представляют Державные пограничные мытные комитеты Белоруссии, Министерство внутренних справ и обороны. У состав каждой команды вошли четыре человека. Отметно-рисы с поборництва – усе удельники, практикующие оперативные работники. Их подопешные каждый день выявляют наркотики и выбуховое пристосование. Собака, если к машине подходит, она сразу знает даже, кто там сидел. Не то, что там что лежит. А вот человек, задача его – именно научить этой собаке говорить. То есть сказать человеку, что здесь везли наркотики или есть наркотики. И эта собака говорит, если человек ее научил. То есть она со своих органов чувств переводит на его. И мастерство кинолога – это вот именно научить собаку искать то, что нужно нам, людям. С поборництву будут проходить на протягу трех дней. Переможцы станут вядомы 18-го листопада. Эта инша новина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvarm.by. На этом вы позавершены. У студии працывал Явген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова